Добрый вечер, я Анастасия Галаева и мои коллеги предлагаем по-новому взглянуть на события недели. Что важного и значимого произошло и почему нужно сделать на этом акцент, смотрите сегодня. Главные выборы страны, самые мобильные и технологичные. Как подготовку к ним оценивают председатели Центральной областной избирательной комиссии, кому нужно специальное приглашение. Мы такие специальные, красочные приглашения для них сделали, симпатявые в молодежном стиле. И вроде так видели реакцию, когда это впечатляет и самого этого дитя и членов семьи. Выборы президента в цифрах и фактах, причем здесь крепостное право, айфоны, смысловые галлюцинации. Дышите глубже, такого у нас еще не было. Первый эко-мобиль доехал до области. Передвижная установка способна выявлять в воздухе даже минимальное содержание вредных химикатов. Но главное – определять источник загрязнения. Как меняется контроль за экологической безопасностью в регионе, какие планы в этой сфере будут еще притворять в жизни. Уходят на каникулы налоговые. Омские предприниматели в течение трех лет не будут платить налог на движимое имущество. Когда мы сегодня обнуляем налог на движимое имущество, мы даем возможность нашим предприятиям обновить оборудование. Оборудование, станки, машины. То, что сегодня необходимо для нас, думая о будущем области. Почему Омская область стала первой, кто идет на такой шаг, кто сможет воспользоваться льготными условиями и что это даст региональной экономике? Россия – страна возможностей. Каких? Мичи участвовали в первом в истории страны форуме волонтеров и добровольцев. На что смотрели и как показывали себя. Было очень запущено много флешмобов, когда ребята показывали в танцевальных постановках, в мюзиклах о том, как сегодня делаются добрые дела. Что с наработки омичей в сфере волонтерства и добровольчества собирается тиражировать на федеральном уровне. Как и когда приумножить добрые дела поможет интернет. Сегодня в день тишины мы будем говорить, но не о конкретных кандидатах или каких-либо партийных акциях, которые запрещены за сутки до начала дня голосования на главных выборах страны. Кстати, такая норма существует в законодательстве многих стран мира, чтобы дать избирателю возможность определиться без какого-либо давления извне. Какой была президентская кампания, теперь можно делать выводы. Еще на старте председатель Центральной избирательной комиссии заявила, в России созданы беспрецедентные условия для проведения абсолютно прозрачных открытых выборов. Элла Памфилова знает, о чем говорит. На пост номер один в стране она и сама претендовала в 2000 году. Эксперты уже называют выбранную кампанию 2018-го самой технологичной. Главное нововведение, конечно, голосование по месту нахождения. Отмена так называемого крепостного избирательного права повышает доступность для всех избирателей электоральных процедур. Использование открепительных удостоверений на протяжении многих лет воспринималось как потенциальная возможность для манипуляций на выборах и подвергалось критике. Теперь же, благодаря заявлению, поданному в определенный срок через многофункциональные центры, портал, государственных услуг, человек может отдать свой голос там, где реально будет находиться 18 марта. За свою оперативность и открытость технология уже получила название «мобильный избиратель». Таких в Омской области насчитали 55 тысяч. Современные технологии активно использовали и кандидаты в президенты. Понятно, что с бурным развитием социальных сетей свою агитацию многие вполне успешно вели на просторах интернета. Так что за все 90 дней, что официально шла кампания, для тех, кто претендует на высшую государственную должность, все средства были пущены в ход. Главные выборы страны, как к ним подошли в Омской области, мнение экспертов и избирателей суммировала Юлия Ковыршина. В политическое ток-шоу превратился форум молодых избирателей. Его провели в рамках избирательной кампании. Им только исполнилось 18, и их собрали здесь, чтобы привлечь на участки для голосования. Но оказалось, что эти первокурсники следили за предвыборной гонкой не меньше политологов и точно знают, чего хотят. А значит, и выбор сделают осознанной. У нас часто проводятся дискуссии по поводу политической жизни страны, программы кандидатов. То есть в таком формате проходит наша жизнь. То есть к выборам ты готов? Разумеется. Готовы и все 1790 избирательных участков региона. Об этом за два дня до главных выборов страны заявил глава Омского обл. избиркома Алексей Нестеренко. Избирательную кампанию, длившуюся три месяца, он назвал мирной и интересной. Особенно для мячей, которым осенью по такой же схеме предстоит выбирать губернатора. Она была интересная нам с точки зрения особенностей организации, с точки зрения применения новых технологий. И вот уже совсем скоро, мы в конце сентября будем голосовать, неизбежно будем голосовать на выборы губернатора Омской области. Эти выборы наверняка будут политически такие осязаемые. Но все технологии, которые сейчас мы отработали, они будут в том числе и на выборах губернатора применяться. Голосование по месту нахождения. Фраза номер один или даже девиз этой кампании. Впервые избиратели получили возможность участвовать в выборах там, где будут находиться в день голосования. Ею, к примеру, воспользовались хоккеисты авангарда. Прописка, а значит и привязка к конкретному избирательному участку, значения не имеет. Сделать выбор можно где удобно, даже в другом городе. Для этого нужно было подать заявление через сайт госуслуг или в многофункциональном центре с 31 января до полуночи 12 марта. В Омской области так поступили почти 55 тысяч человек. Цифра внушительная. А вплоть до сегодняшнего дня участковой избирательной комиссии принимали спецзаявления о тех, у кого планы изменились буквально в самый последний момент. К примеру, возникла срочная командировка. Вводите бюллетень по одному лицевой стороной вниз. На выборах президента будут работать машины. Это еще одна технологическая особенность предстоящего голосования. Кстати, проверку оборудование выдержала в прямом эфире 12 канала во время шоу «Кандидат». В Омске 240 таких КАИБов будут считать голоса автоматически. Человеческий фактор исключен полностью. Видеонаблюдение на выборах президента будет беспрецедентным. В Омской области более 600 камер установлено на участках. Затем, что на них происходит, можно будет следить в интернете в режиме онлайн. Причем не только видеть картинку, но и слышать все разговоры. За ходом голосования в регионе проследят и 1800 общественных наблюдателей. Представители миссии ОБСЕ и СНГ прибыли в Омск за несколько дней. Я уже успела поработать в многих странах в качестве наблюдателя. Поэтому я подала заявление в свою организацию, и меня утвердили на должность долгосрочного наблюдателя. Я работала в сфере образования в своей стране, много раз принимала участие в избирательных комиссиях. В Швеции проводился своего рода конкурс среди желающих приехать в Россию и быть наблюдателями. Роберт после того, как закончатся выборы, вернется на свой остров. Он живет на острове Готланд посредине Балтийского моря. Там он работает как с негосударственными общественными организациями, так и с политическими партиями. То есть он тоже своего рода вовлечен в политику. В Омской области более полутора миллиона избирателей. И каждый получил приглашение на выборы президента. Причем некоторые персональные. Мы даже прошлись вторым кругом, по второму кругу прошлись с заявлениями, с приглашениями специальными для лиц, которые впервые голосуют на выборы президента. Причем не вообще впервые голосуют, да, они уже, может быть, в прошлом году голосовали на выборы Государственной Думы, но за президента еще ни разу. Им там 23 года, допустим, примерно вот так. И мы такие специальные красочные приглашения для них сделали, симпатявые в молодежном стиле. И, как бы, вроде так видели реакцию, когда это впечатляет и самого этого дитя и членов семьи. Под охраной полиции на избирательные участки доставили бюллетени для голосования. Более полутора миллиона экземпляров, полмиллиона из них для Каивов. Бракованные уничтожили в присутствии представителей обл. сберкома. Каждый отпечатанный бюллетень имеет сразу несколько степеней защиты. Нестандартный размер, не А4, а удлиненный формат, специальная защитная сетка, спецмарка. Их выпустили на фабрике Госзнак. Но этого мало. Еще одна степень защиты – это печати избирательных комиссий. Каждая участковая комиссия снабжена уникальной печатью. И еще это не все. Две подписи членов участковых комиссий наносятся на бюллетень и свидетельствуют о том, что бюллетени подготовлены к голосованию именно этой участковой комиссии. Опустить бюллетень в избирательную урну и получить айфон 10. В день выборов президента амичи смогут побороться за ценные призы. Дарить гаджеты становится традицией. Начало ей положил 12-й канал, но на предстоящих выборах конкурс получит небывалый размах. Все, что нужно – проголосовать и сделать фото на участке. Выложить его в Инстаграм или ВКонтакте с хэштегом «Голосовач55.рф». С полным списком номинаций можно ознакомиться на одноименном сайте. В день выборов амичи поборются за айфоны последней модели и увидят смысловые галлюцинации. Создатель и бессменный вокалист известной группы Сергей Бабунец 18 марта выступит на Соборной площади. А перед этим он проголосует на одном из избирательных участков Омска. В своем видеообращении к амичам певец приглашает на свой концерт «Крымская весна. Мы вместе», чтобы отметить двойной праздник. Привет, Омск! Это Сергей Бабунец, лидер группы «Смысловые галлюцинации». Друзья, приглашаю вас отметить важное для нас всех событие – возвращение Крыма родной стране. Встречаемся 18 марта в 17.00 на Соборной площади на митинге-концерте «Крымская весна. Мы вместе». Концерт совершенно бесплатный. Приходите, не стесняйтесь. Удачи и вечной молодости. Ура! Все будет просто волшебно, пока в наших жилах течет кровь. Мы будем любить непременно, пока в наших жилах течет кровь. Все будет просто волшебно, пока не остынут наши сердца. Все будет волшебно, все будет в наших руках. Юлия Ковыршина, Александр Саражин, 12 канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Договорились о том, что область получит почти полмиллиарда рублей на здравоохранение и образование. Еще миллиард предоставят на строительство детсадов и яслей. Это позволит создать 2000 новых мест. Самое важное, что мы можем уже более 600 ребят в садик определить, которые до трех лет. То есть ясельные группы. Чего у нас сегодня нет. Вот это важно. Эти средства уже все выделены. Мы уже проектируем. И в этом году будем начинать строительство. Или покупку уже существующих зданий. То есть здесь мы видим реальную помощь. Со стороны федерального центра, со стороны президента. Ну то есть вообще получается, что в хорошем смысле слова на особом контроле находится регион. Или может быть это особое отношение к Омской области. И вот вы говорите о чистоте встреч. В том числе президента интересует. Какая динамика сегодня развития. Какие есть реперные точки. Куда двигаться. Более того, извините. То, что сегодня принято решение о переносе строительной площадки. Ну сборочной площадки из Москвы. Это научно-производственное объединение Хруничева в Москве. Которое собирало тяжелые ракеты «Ангара» к нам в Омск. Это говорит тоже об особом отношении сегодня в Комской области. Не обошел своим вниманием Александр Бурков и тему черных лесорубов в Тарском районе. Его позиция здесь хорошо известна. Вор должен сидеть в тюрьме. И сегодня 15 уголовных дел. То есть 15 фактов уже подтвержденных. Сидит 5 человек. Это банда, которая в течение нескольких лет держала в страхе у нас в Тарском районе граждан. Двое сидят по поджогу. Так имущество одного из активистов ОНФ. И еще идет старое дело. Для нас сегодня пока не выявлен факт. И я думаю, что это мы получим информацию. Кто все-таки покрывал из чиновников. Потому что не может быть так, чтобы это все возилось и бесконтрольно. Вот это для нас очень важно. И я надеюсь, наследственные органы, что эта работа будет закончена. И мы увидим эту картину. В ходе программы телезрители могли комментировать услышанность, задавать вопросы через соцсети. Один из них касался «Авангарда». Про «Авангард» жаль, что хоккей хоронят, пишет он. Мне кажется, что об этом речь не шла. Не, рано, рано говорить, коллеги. Еще никто не хоронит. И более того, то, что строится в этом году, будет запущена детская хоккейная академия «Авангард». Это тоже будущее нашего хоккея. Поймите. То есть там будет реально спортивный интернат, куда мы можем привлекать самых, скажем, выдающихся ребят. Для того, чтобы они могли продолжить на спортивной стезе свою деятельность. Важной темой программы стало благоустройство Омска. Сто дней как мэром города стала Оксана Фадина. Александр Бурков оценил ее работу позитивно, особенно с учетом того, какие долги ей достались по наследству. Тем не менее, работает Оксана Фадина успешно, и это видно даже по уборке улиц. Особое внимание городоначальник уделяет и комфортной городской среде. Амичам предстоит выбрать скверы и парки, которые планируют преобразить в рамках соответствующей программы. 18 марта надо будет проголосовать за один объект в масштабах города и один в границах округа. При этом территории, голосующие активнее, получат преимущество. Сам глава региона с выбором уже определился. Один из объектов, за который он отдаст голос, это бульвар Мартынова. К слову, на избирательный участок Александр Бурков собирается прийти вместе с семьей утром. Даже тот человек, который пришел на выборы, проголосовал против, он показал, с чем он не согласен, с политикой кого он не согласен. И даже человек, победившись, он понимает, что есть сигнал недовольства, значит, надо что-то менять. Все. Вот эти люди, которые пришли, проголосовали или за, или против, они имеют право спросить с власти. Руководитель области призвал всех амичей сделать свой выбор в это воскресенье. Денис Жарков, 12 канал. В какой-то степени знаковой уходящей недели стала для Омского предпринимательского сообщества, представители которого впервые в формате открытого диалога пообщались напрямую с главой региона. Александр Бурков признался, что для него важно получать обратную связь, знать ситуацию изнутри. Разговор получился откровенным, запретных тем не было. Поднимали и проблему качества питьевой воды в районах, и арендные платы за земельные участки, налоговые политики. И буквально на следующий день, уже на заседании законодательного собрания, были одобрены важнейшие для бизнеса изменения в областной закон о налоге на имущество организации, который предполагает установление пониженных налоговых ставок и налоговых льгот для отдельных категорий при соблюдении определенных условий. В частности, предлагается установить нулевую ставку по налогу на движимое имущество для организаций, обеспечивающих прирост по налогу на прибыль или НДФЛ по сравнению с предыдущим годом. Организации, вводящие энергоэффективные объекты, освободить от уплаты налогов в течение трех лет с момента постановки на учет. Вдобавок от уплаты налогов в 2018 году были освобождены пивоваренные компании, доля доходов, которых от производства пива и напитков на его основе составляет не менее 70% от общей суммы доходов и которые обеспечили рост поступления акциза по сравнению с 2017 годом. Наш регион первый в стране, кто внедряет подобную практику. Есть определенные риски, но все ради того, чтобы создать благоприятный инвестиционный климат. Решение нашего парламента о введении льгот по налогу на имущество было обусловлено действительно большим и длительным диалогом между властью и бизнесом. Вот консенсус был найден. Для нас сегодня важно сделать область инвестиционно привлекательной. И когда мы сегодня обнуляем налог на движимое имущество, мы даем возможность нашим предприятиям обновить оборудование. Станки, машины. То, что сегодня необходимо для нас, думая о будущем области. Этой налоговой льготой мы поддерживаем также и сельское хозяйство, мы поддерживаем предприятия оборонного комплекса и предприятия машиностроения. Ну и еще одно важное решение приняли законодатели. Они выбрали нового сенатора Томской области. Им стал Виктор Назаров. Голосование проводилось по бюллетеням. Тайна. 27 парламентариев высказались за, 10 против. Два бюллетеня оказались недействительными. Теперь постановление об избрании нового сенатора будет направлено в Верхнюю палату Российского парламента, где документ в течение двух недель рассмотрят и примут окончательное решение. Виктору Ивановичу предстоит отстаивать интересы своих земляков вместо Сергея Попова, который написал заявление о досрочном прекращении своих полномочий с 14 февраля. Новый сенатор уже определил приоритетные направления своей работы. В первую очередь он намерен активно привлекать Федерацию для решения проблем с обеспечением детей-сирот жильем и развития программы газификации. Мы все, и я, и депутаты, все общаемся напрямую с людьми в сельских поселениях, в своих округах, на заводах и на предприятиях. И безусловно, когда общий пласт проблем, его не просто нужно услышать, его нужно скомпоновать, определить основные направления. И безусловно, когда это такой коллективный труд, и это, наверное, более будет четко поставленная задача, более четко определены приоритеты. И безусловно, учитывая, что все мы болеем за Омскую область, и депутаты всех фракций болеют так же, как и любой из нас, поэтому надо всем вместе определять эти приоритеты и, как говорят, бить в одну точку, чтобы быстрее наступил результат. Мобильный экологический пост в полной мере скоро заработает в области. На неделю в распоряжении региона поступила передвижная современная лаборатория стоимостью 21 миллион рублей. Такие вложения в контроль за экологической безопасностью сделала компания «Газпромнефть». Теперь есть возможность онлайн-мониторинга по сотням параметров. Возможность оперативно локализовать источник выброса, если такой появится. Дальше больше. В этом году планируется также открыть стационарную лабораторию. Ситуационный центр по реагированию на возможные экологические угрозы. Специалисты приступают к верстке подробной промышленно-экологической карты, которая даст понимание, где какое производство, чего от него ожидать. Совместно с наукой идет работа над созданием сети датчиков экстренного предупреждения о превышении в атмосфере предельно допустимой концентрации опасных веществ. Это ноу-хау региона. И все эти шаги дают понимание того, что подход к экологической безопасности в целом меняется коренным образом. Вкладывать в это и силы, и средства будут немалые. О том, что представляет из себя эко-мобиль и как хомичи могут повлиять на его работу, расскажет Екатерина Булчевская. По своим технологическим свойствам отечественная лаборатория не уступает международным. Здесь установлены сразу семь газоанализаторов, которые определяют все основные загрязняющие атмосферы вещества. Это и оксид азота, оксид серы, сероводород, углеводород и, конечно, метан. Кроме того, в приборы встроены вот такие специальные электронные табло, на которых в режиме реального времени выводится количество вредных примесей в воздухе. И эти показания, в отличие от показаний маленьких переносных газоанализаторов, высокоточные. Первым уникальную лабораторию осматривает глава региона Александр Бурков. Машина подключается к интернету, и данные сервера могут отправляться на любой удаленный рабочий стол. Также можно формировать отчеты, отсылать их по электронной почте и выводить на любой компьютер в режиме реального времени. Ну вот это, наверное, очень важно, чтобы население видело, что у нас происходит на территории города с загрязняющими веществами. В будущем эта лаборатория может кардинально изменить экологическую обстановку в регионе. Мобильная установка способна выявлять в воздухе даже самое минимальное содержание вредных химикатов. Но главное – устанавливать источник загрязнения. Внутри машины, помимо газоанализаторов, установлена полноценная метеостанция. Давление, направление воздушных потоков и десятки других параметров позволят точно определить, откуда дует вредный ветер. Причем не только днем, но и ночью, когда в основном и происходит газовая атака. Она работает от минус 50 до плюс 50. То есть автомобиль также оснащен системами автономного подогрева, кондиционирования. То есть анализаторы сами будут находиться всегда в стационарных условиях при одинаковой температуре. Зонды, которые отбирают пробу, они оснащены подогревом. Даже в отрицательной температуре у нас не будет искажения результатов. Сегодня такой экомобиль единственный в Сибирском федеральном округе. Омская передвижная лаборатория станет основой нового высокотехнологичного центра оперативного контроля за качеством воздуха. Ультрасовременную установку стоимостью больше 20 миллионов рублей приобрели на средства «Газпромнефти». Проекты по улучшению экологии – приоритет для компаний в целом и для Омского нефтезавода в частности. Именно он первым среди промышленных предприятий региона включился в создание новой системы экологического мониторинга. На инвестиционном форуме в Сочи наша компания взяла на себя обязательство, подписав соглашение с Роспроизводнадзором о том, что мы вступаем, два завода компании – это Московский и Омский – вступают в пилотный проект по автоматизированному мониторингу и передаче в онлайн-режиме данных по экомониторингу атмосферы. Соответственно, сегодня мы докладывали губернатору о том, что программа такая разрабатывается, техническое задание уже подписано. Мы взаимодействуем с органами для того, чтобы наиболее полно и правильно выполнить проект и для того, чтобы результат был всем понятен, одинаков и прозрачен. Если в воздухе превышены вредные вещества, лабораторному компьютеру понадобится всего 15 минут, чтобы подготовить полный отчет. Автоматический сводка об опасности может быть направлена в надзорные органы. Но губернатор Александр Бурков предлагает сделать работу установки максимально прозрачной и открытой для каждого мяча и выводить данные с приборов на городские мониторы. Передвижная лаборатория полностью автоматическая. Для контроля работы всех систем необходим лишь один рабочий. Сейчас специалисты проходят обучение, через месяц они будут готовы приступить к работе. А значит, уже в апреле установка выйдет на круглосуточное дежурство, чтобы мячи могли дышать полной грудью. Екатерина Булучевская, Сергей Гаев, 12 канал. Работа омских добровольцев и волонтеров получила высокую оценку и коллег, и экспертов на первом в истории страны форуме «Россия – страна возможностей». Он собрал больше 6 тысяч участников, и все они удивительные люди. Ведь реализуя свои общественные и благотворительные инициативы, они реализуют себя. И делают это не за деньги, а по велению сердца. У них горят глаза, и они готовы менять жизнь. И важно, что в основном занимаются таким подвижничеством люди молодые. И сегодня на государственном уровне их серьезно поддерживают. Нынешний, 2018 год волонтеры и добровольца. Для собравшихся на форуме «Россия – страна возможностей» мастер-классы, презентации, лекции дали Кудрин, Собянин, Михалков и ряд других выдающихся личностей. И сам проект – это тоже социальный лифт, о которых сейчас много говорят и который уже реально работает, позволяя молодым и амбициозным здесь и сейчас добиваться успеха. О том, как это делают хамичи на форуме «Россия – страна возможностей» рассказала руководитель областного отделения Союза добровольцев России Анастасия Ярахтина. Ее впечатление от первой в истории страны. Такую встречу дали в «Акцентах недели». Насыщенная площадка, которая и в первый день, это было порядка 12 часов интенсивного мозгового штурма. И после даже официальной части мы генерировали узкими кругами с добровольцами внутри. Но и безусловно, это второй день, когда было встречи очень много с федеральными министрами, с уполномоченными по вопросам разным, которые помогали нам сегодня воплотить свои идеи и заручиться поддержкой органов власти. Было очень запущено много флешмобов, когда ребята показывали в танцевальных постановках, в мюзиклах о том, как сегодня делаются добрые дела. Было очень много презентованных проектов другими регионами, безусловно, и нашим регионам. Мы делились практиками лучшими, и нам есть чем тоже похвастаться. У нас есть большая изюминка, эксклюзивный проект, которого нет альтернативы в России. Это сопровождение людей с ограниченными возможностями при трудоустройстве. Это тоже один из проектов наставничества, когда мы говорим, что мы не только сопровождаем, физически доставляем человека, а когда мы помогаем ему найти место для работы, именно специфика его данных, возможностей. Когда мы помогаем ему адаптироваться на этом месте, помогаем добраться до этого места, и, конечно же, помогаем влиться в коллектив. Вот этот проект, который идет несколько месяцев работы с одним человеком совместно со службой занятости и как раз союза добровольцев России, нет альтернатив в России. И когда мы об этом проекте заговорили как раз на форуме «Страна равных возможностей», конечно же, безусловно, он заинтересовал сегодня. Это та практика, которая, наверное, станет тиражироваться на территории всей Российской Федерации со временем. Безусловно, конечно, нам есть чему поучиться у других регионов. Это здорово, что мы сегодня принимаем практики и учимся, что мы не замыкаемся только на своих проблемах и открываем для себя новые возможности. В Омской области, наверное, из таких, которые были названы на форуме, постараемся что-то адаптировать, безусловно, но будет очень интересный проект запущен по виртуальному добровольству, когда мы через социальные сети сегодня приглашаем известных людей, которые тоже становятся волонтерами, которые могут помогать виртуально. Наверное, ориентировочно это запустится в середине этого года. Пока что будем вести подготовку. Настоящим многосерийным и кассовым блокбастером стала четвертьфинальная серия Восточной конференции между Салаватом Юлаевым и Авангардом. И несмотря на то, что ястребы из дальнейшей борьбы выбыли, болельщики обеих команд до сих пор смакуют лучшие моменты одного из самых результативных розыгрышей в истории Кубка Гагарина. В этом сезоне судьба клуба складывалась и драматично, и эпично. Стоит вспомнить не только отставку тренера, которую, пожалуй, больше всего обсуждали, и то, как ястребы практически могли не попасть в плей-офф, но и то, как откликнулись болельщики на то, что произошло с Николаем Лемтюговым, как поддерживали его и искренне переживали за здоровье после серьезной операции. И кажется, у нас в регионе живущим хоккеем по-другому быть и не могло. Эта серия Салаватом Юлаевым показала тот Авангард, который все очень любят, который хотят видеть. Итоги сезона подведут позже. Время покажет, кому определять полет ястребов, но то, что они взлетят выше, в следующем сезоне болельщики очень ждут. А пока наслаждаются лучшими моментами одной из самых зрелищных и результативных серий. Пять секунд! Бросок на удачу! И звучит финальная сирена! Друзья, Авангард попадает в плей-офф! Играет музыка! Авангард! 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 Аэвангард! И почти удалось реализовать большинство бросок Петерсона. Попытка забивания, еще один, и Петерсон! Хит-трик оформляет Андре. Прозвучала финальная сирена. Поздравляем авангард с этой победой. 7-2 сегодня. Истребиная атака сильнее. Все ребята стараются, все помогают. Бывают просто такие игры, где что-то не везет, еще что-то, какие-то моменты. Нет, вся команда, даже кто не играл сегодня, все друг за другом, все молодчики, все с победой. Остается только в уху ехать и побеждать. Чудинов! Бросок Чудинова! 2-2! 2-2! За 18 секунд до конца третьего периода! Добавляет и заворот. Гончаров, бросок! О-о-о-о-о! Уфа идет дальше! Глава геройной команды, геройной команды, я думаю, серия удалась, я думаю, это лучшая серия первого раунда, которая была в КХЛ. Поэтому, что забыла, должна была пройти одна команда, и эта команда была «Слава Ивановича». Болельщикам, естественно, хочется выразить благодарность за поддержку, за те эмоции, которые они подавили в этом сезоне. И мы, я надеюсь, отмечали взаимностью. Это все, о чем мы хотели рассказать сегодня. Впереди новая неделя и новые события. Что важного и значимого произошло, и почему мы делаем на этом акцент, расскажем уже в следующую субботу. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok